Всем привет! С вами Тома и Крис. И сегодня мы еще немножко поиграем в Legends of Equestria. Как вы помните, прошлый стрим у нас омрачился тем, что дедосили сервера. Они были то недоступны, то потом плохо работали. И сегодня я хочу закончить тот квест, который мы начали на прошлых стримах в январе. Мы тогда получили кошечку, но нам дали еще следующий квест. Точнее, сейчас нам его еще дадут. Я пока специально не говорила с ней еще раз. Как вы понимаете, мне пришлось пробегать всю эту длинную цепочку еще раз. И, собственно, с прошлого теста тут на самом деле ничего особо не изменилось, только некоторых поняш поставили на свои места. Например, как вы помните, тут возле клеверного кафе у нас было пусто, хотя тут должен быть квестовый понь. И вот он теперь стоит на месте, ура-ура. Вот, и давайте вернемся к нашей поняше со скрипкой. Сдадим ей последний квест, и она нас отправит дальше по заданию, которое в итоге нас должно... Кошка бежит со мной по небу. ...привести нас к носочкам, да. Ну, собственно, этот квест многие прошли уже еще в прошлом тестировании, но, к сожалению, не я. Вот, а переводить нам будет, как в прошлый раз Крис, потому что я поняла, что у меня с переводом не очень, и прямо сейчас мы попросим его перевести нам в диалог. Вот, а также Крис смотрит за чатом, и так же хорошо себя ведите там, он будет там с вами присматривать. Всем привет, это Крис, и вот я буду переводить, что они тут говорят. Midnight Breeze. О, привет, Inspiration. У тебя еще нет моей скрипки? Скрипки же, да? Осталось не так много времени. Swift... Так, значит, Inspiration отвечает, что Swift чувствует себя обязанной доставить ее тебе, так что она сделает это через день или два. Понятно, мне нужно приготовиться к концерту, мне нужно настроить ее и попрактиковаться, чтобы привыкнуть. Я знаю, что я раньше это уже делал, но это было давно. Боюсь, что моя бедная скрипка за это время изменилась. Я, наверное, должна... Не должна была никогда ее отдавать. А что если... Кто кому не понравится, я не понял, что-то там не понравится Астрал. Что если она разозлится на меня за то, что я оставил ее с ней? Скрипка же зазлится. О, Inspiration. Столько много вещей, которые могут пойти не так. Я не думаю, что я могу ждать слишком долго перед концертом. Ты думаешь, не могла бы ты спросить Халабалу отложить концерт? Попросить, очевидно. А, конечно, Миднайт. Посмотрю, что она скажет. Второй вариант. Я могу... Теперь уже могу. Ага, ага. Третий вариант. Спасибо, Inspiration. Ты лучше всех. Я это запомню. Прям какой-то... Walking Dead. Она это запомнит. Так, и нас отправляет к пойне Халабалу, соответственно. Он у нас в Кантерморе, насколько я помню. Так, и сейчас мы туда пойдем. Я смотрю, тут уже, так понимаю, кто-то из нашей пати. И кто-то из пати уже в носочках, поэтому... А, Люся. Привет. Значит, как это? Будете мне помогать, показывать, куда идти. Так, ну, полетели в этот Кантермор на поезде, поедем. Вот. Так, сейчас я уже быстренько заплужусь. Он там у нас поезд. И попробуем, что же он нам скажет. Как вы помните, там длинная такая печальная история с этой несчастной скрипкой, которую должны... Которую отдали для экспериментов Астрал. Потом она ее отправила по почте обратно в ее владельце Миднайт, да. Вот. Ну, поняши, которые доставляли ее успешно, ее... Короче, в общем-то там все долго запутано. В прошлый раз мы это проходили полтора часа. И вот нас уже выкинуло сервера. Сейчас я обратно залогинюсь. Вот. И... Так. В общем, закончилось на том, что нам дали яйцо кошке. Скрипку нашли, но поняши из доставки... Нормально. Интересно, мне... Сейчас... Дайте-ка, я к ней еще раз летаю. У меня вообще квест-то взялся. Или мне теперь скинулось все, что было. В общем... Поняши из доставки сказали, что они обязаны сами ее доставить, да. Вот. И... Ждите, короче, пока мы с вами принесем. А Бит Найт переживает по поводу этого, да. И нам теперь надо поговорить по поводу ее концерта с Халабала. Ах, какая-то игра мне нравится. Так. Пока можете задать какие-нибудь вопросы в чате. Я, пожалуй, залогинюсь обратно. Потому что что-то пошло не так. Так. На Грифонию логинюсь, если что. Крис, там ничего в чате не пишут? Интересно. Посмотри, пожалуйста. Хорошо. Вот. Игра стала работать постабильнее, чем на прошлом тестировании. Но вот все равно у меня уже вот этот раз и еще до этого разок тоже как-то косячно зависало. Так, ну вот. Квест у нас походу взялся все-таки, да? 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 Чалька. Так, если что, комната F75, 034 вот тут сверху меняется. Не знаю, больше не могу я на нее кликнуть, честно говоря. Ах, печаль. И почему-то я не могу еще вращать мышкой. Ладно, давайте полетим на ЖД вокзал. А, вот, мышка вроде отвисла. Полетим в Контермойр искать этого халабалу. Ну, я надеюсь, квест у нас продолжится все нормально. Вроде он взялся. С выкидами с этими. Так, вокзалчик наш. Печаль, боль. Боль, печаль. Клик. Клик, клик. Так, еще раз вылогиню, залогинюсь. Так. Вопросы. Можно ли скачать эту игру бесплатно или нет, не халявно? Это вообще полностью бесплатная игра, иначе она была не была такой косячной, которую разрабатывают такие же брони-самоучки, что называется. Поэтому тут все, как говорится, слиплено на коленке. И, в общем, то работает, то не работает, да? Вот. Она, естественно, бесплатна. Скачать ее можно у них на сайте. Там еще надо залогиниться на их форуме. И играть, да, да. Играть только вот проблема в том, что вот эти официальные сервера открыты только на несколько раз в год на тестированиях открывают. Игра пока официально еще не в альфу, не знаю, при альфа-тестировании. Вот. И, как бы, доступно только несколько раз в год буквально. А, как бы, есть еще русский сервер. Как бы, ну, не то, что пиратский, английский, как говорится, частный. Они там вроде как даже говорили, что это будет считаться официальным русским сервером в свое время, когда игра выйдет, да. Вот. Там можно, в принципе, тоже все это дело побегать. Но там нет, не такие квесты, по-моему, сколько я знаю. Сама, честно говоря, ни разу не играла. Вот. И, короче, как бы можно поиграть, да, но не столь сейчас шикарно. Если кто знает, где стоит этот самый халабалу, можете меня туда сразу отвезти, чтобы мы сейчас не тупили, не нарезали круги. Вот. Я пока подожду. Так. Всем привет, всем привет. Где-то я его тут видела, этого халабалу. Честно говоря, когда бегала мимоходом. Нет, не он. Ну что, никто не знает, где у нас халабалу? Точно знаю, где-то тут. Будем искать. Так, вопросы. Тома, ты скачал игру, у тебя нет вирусов, компьютер не это самое. Ну да, если скачивать с их официального сайта, ну, во время официального тестирования скачивать с официального сайта, то, естественно, там все без вирусов, качайте, пожалуйста. То есть, это все нормально. Если вы качаете с каких-то еще левых интернет-ресурсов, то, как бы, тут неизвестно. Лучше кайс скачивать с их официальных ссылок. Так. Ну и что? Где у нас халабалу-то стоит? Где-то я его тут видела. Что добавилось в эту версию для 5-теста стабильности? В этой версии вообще ничего нового нет. Вот, это то же самое, что было в январе, только добавили, как бы, дни, потому что в прошлые разы, как вы помните, все это... В общем, я пробежалась, в библиотеку все так же не пускают. В общем, все то же самое. Только некоторых по ней поставили по-другому. Так, Люся, ты знаешь где, да, халабалу пошли? Ха-ха-ха, а то я так буду долго бегать. Ха-ха-ха. Я когда, да, самое, в прошлый раз готовилась, я его где-то тут видела, но сегодня у меня, к сожалению, не было столько времени все исследовать досконально, куда нам идти. Да, я иду. Так, что это он? О, вот он, халабалу. Так. Да, я пришла. Я же говорила, что Люся нас будет водить сегодня. Так, сейчас мы попросим Криса перевести нам диалог. Так, халабалу говорит. Эй, Inspiration, как идут дела? Что дальше? Отлично. Ты можешь изменить время грядущего концерта. Второй вариант. Я знаю, что ты планируешь события, которые должны случиться через несколько дней. Можешь ты его отложить? И третий. Все мельче и мельче. Что ж такое? Они могли сделать то самое с промоткой? Только шрифт изменяют? Да. Миднэйт Брис, серьезно, я прям к экрану придвигаюсь, чтобы прочесть это. Должна выступать на грядущей вечеринке, но она не успевает попрактиковаться с инструментом. Можешь ли ты отложить вот это вот? А какая разница между этими тремя вариантами? Несмотря на то, что я был бы рад помочь ей, чтобы она чувствовала себя комфортно, так сказать. Такие события планируются за несколько месяцев. Мне нужно договориться со множеством людей, чтобы... Это что, пародия на броняку? Мне нужно договориться со множеством людей об этом событии. Я хотел бы, чтобы никто из них, так сказать, не был удивлен переносами и все было в порядке. Серьезно, разве она не может просто, я не знаю, просто выступить? Очень хороший вопрос. И второй вариант. Она чувствительная? Несмотря на то, что я хотел бы помочь ей, я не могу изменять вот так вот дату концерта. Я имею в виду, я мог бы что-то поменять, если бы получил больше информации. Главное, что мне сейчас нужно, это catering. Я не знаю, что это такое. Если ты не против спросить флан в ее магазине по пути, не сможет ли она изменить вот этот вот catering? Я не знаю, это слово. Дальше. Сделано. Будет сделано. Не могу поверить, что я это делаю. И я ее спрошу немедленно. Хорошо, спасибо, не сдавайся. Да. Все? Так, ура. Значит, он нас отправил к флан. Флан тут недалеко. Я даже помню на центральной площади. Так, только тут... А, ну да, он на центральной площади. Это, которая хозяйка кафешки. Да? Да, 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 да. Так. Где она тут у нас стояла? Чалька. А, вон там он. Так. Не все так просто. Флан. Крис, ты далеко не уходи. Мы уже пришли. Так. Флан. О, привет, Inspiration. Что ты сегодня хотела бы? Маффин, круассан, совет... Совет, он что, адвокат? Совет по закону. Халобава хочет узнать, можно ли изменить кейтеринг для следующей гала. Могу я жить в твоих волосах? Ты знаешь, учитывая то, что я тут бегаю вокруг, мне совет не помешает. Не знаю, можно ли это сделать на самом деле. Это зависит от того... От поставок спуда. Потому что мы... Если мы не будем следовать расписанию, то овощи могут испортиться. Ты уверена? Да, абсолютно уверена. Ты правда-правда уверена? Это... Да, именно так это и работает. Ты можешь поклясться в этом? Но, может быть, не совсем. Как насчет того, чтобы спросить спуда самостоятельно Inspiration? Хорошо. Так, окей. Спуд это у нас на морковной ферме, насколько я помню. Ну, там, я больше на морковной ферме. Так. Значит, пойдем туда. Сейчас еще по пути вопросы из чата. Так. Тома, стрим по Sims'у будет? Стрим по Sims'у, наверное, будет, когда там выйдет новое обновление в профессиях. Возможно. Не знаю. По крайней мере, его анонсировали. Вроде как звучит прикольно. А вот. Но, конечно, там опять все очень недешево. Но если я его буду приобретать, я буду постримливать. Вот. Ну, а до этого, честно говоря, ну, я не знаю, что там стримить. Ну, правда. Там такая неторопливая игра, что... как бы... Не знаю я. Так. Еще вопросы. Тома, что ты делаешь, если спаунят... Э, спамят, наверное, в комментариях, не перестают, они рекламируют свой канал, что бы ты сделала? Ну, мы таких обычно просто баним. Честно говоря, тут как бы без вариантов. Так. Понедейл. Вот. Так что не спамьте. Так. Тома, когда ты снимешь видео, как ты готовишь текст? Никто не мешает. А, когда ты снимаешь видео, ты готовишь текст, никто не мешает. Я, когда снимаю, я, как бы, не готовлю полный текст. Ну, когда я... Ну, как бы, если я снимаю распаковки, да, то я просто намечаю себе план примерно о том, что мне надо сказать в ролике и, как бы, просто своими словами говорю. Если я, снимаю, допустим, монтирую уже обзор, да, то там, естественно, начитываю текст по заранее написанному, ну, заранее написанный текст. Да, то есть, если это монтаж, то это начитка. Если это прямой, так сказать, лиф, этот самый разговор, то это просто по плану без каких-либо больших записей. Просто коротко себе набрасываю о том, о чем надо сказать. Иногда в голове, иногда на бумаге, да, и потом просто рассказываю. У меня уже достаточно много лет, и я, как бы, с этим уже справляюсь. Вот. Ну, и вроде нет, никто не мне не мешает. Крис, ты нам прочтешь диалог со спудом? Спудникус фон Винкельхаммер, Эксквайр, на. Привет, Inspiration, как тебе погода? Все в порядке. Великолепно. Когда ты должен поставлять овощи флан? Поставки для флан, которые... А каких именно, ты спрашиваешь? Те, которые для бала, гала, те, которые для соуса маринара, мне нужно для сырных палочек. А, да, точно, эти морковки мне нужно доставить через пару часов. Что-то там, иначе они ни на что не сгодятся. А, ты не можешь отложить эту поставку? Миднэйт хочет остановить это. А с чего бы мне это сделать? А? Ох ты, что это такое? Отлично. Так, наклонимся пониже к монитору. Ну что ж, Миднэйт нужно попрактиковаться на своей скрипке для гала, но Астрал послал посылку через Свифт, которая поранилась, приземляясь на Ольгу, и теперь они что-то там не могут, и Свифт чувствует себя виноватой, если она не сможет доставить ее. Но она опаздывает, так что нам нужно передвинуть гала, и Флан говорит, просит попросить тебя изменить дату доставки. Астрал послал посылку? Боюсь, что тебе с этим не повезло Inspiration, не только неправильно не только то, что я буду помогать Астрал с чем-то, но ведь эти овощи испортятся, если я не буду следовать расписанию. Что, морковь испортится за два часа? Да. Ну ладно, спасибо, что сказал. Второй вариант. Ты отстой. Поговорим позже у меня тут работа передавая извинения Midnight. Вот он спут его морковки. Это следовало ожидать, как бы люди готовятся все-таки заранее со всеми этими поставками и прочее. А тут давайте просто перенесем. Так, и о, привет, здесь Теникс, Пинки Пайп. Что он прыгает? Так, и давайте вернемся к Midnight и скажем ей, что шеф все пропало. Очевидно, кина не будет. Так, вопросы из чата. сейчас я вернусь в окно с игрой. Вышло же связанное что-то с парком на Sims. С парком это такое совсем небольшое дополнение, это не отдельное дополнение, это отдельный ивент. Вот, типа, как там мы ходили на свидание, да, то есть такой мероприятие запланированное или как пати, то есть можно просто, я так понимаю, ну я читала про него, можно пойти на пикник, собрать там вещи, позвать друзей, там приготовить шашлык, грубо говоря, да, но как бы тоже стоит денег определенных и как-то, ну мне особо интересом, честно говоря, не показалось, чтобы тратить на это деньги, вот, поэтому пока я себе не планировала это покупать, ну и соответственно стримить не смогу. Так, ты играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте, если нет, то хотела бы и на каком. Я играю, у меня закончены семь лет музыкальной школы, причем начинала я на фортепиано, ну по классу фортепиано, да, но где-то в середине, там всего семь классов, да, где-то в четвертом, по-моему, мы переехали, и фортепиано оставалось на другой квартире у сестры старшей, вот, и соответственно мне пришлось перейти с фортепиано на дирижирование, и заканчивала я уже как дирижер, вот, но играть на фортепиано я так базово умею, пару мелодий знаю, но поскольку дома у меня его нету, соответственно, практиковаться мне не на чем. Так, Крис, перейдешь нам диалог с Midnight? Ну, где диалог с Midnight? Inspiration! Похоже, что отложить ничего не выйдет, спут говорит, что он просто не может изменить время доставки овощей, а флан не может изменить то, что она не может изменить, потому никто всем лень посмотреть словарики это слово, потому что Халбау не может изменить дату. Дальше. Мне нужна моя скрипка. Что? Какая скрипка? Пожалуйста, было бы неплохо. Ну, в смысле, а где пожалуйста? Мне нужна моя скрипка. Ты не нажала, да? Пожалуйста, дай мою скрипку. Не, делай это сама. А другой вариант, да, да, конечно. Я запомню твое решение. Что это? Пародия на Walking Dead еще раз спрашиваю? Все? А да, нас тут в чате спрашивают, почему опять Twitch, почему бы не переехать на нормальный сервис вроде кибергейма. Мы хотели попробовать кибергейм или гудгейм, но все никак, знаете, не соберемся. Этот стрим опять незапланированный, потому что мы не знали, что вот внезапно будет это самое. Ну, точнее говоря, узнали за день, да? Но тут уж мы не успели всякое там настроить и все такое. Вот если будет какой-нибудь стрим следующий, может быть, мы попробуем стримить сразу на несколько сервисов, ну, там, допустим, одновременно. То есть и гудгейм, и кибергейм, и что-нибудь еще. Ну, Twitch, конечно, останется. Вот. Ну, конечно, как всегда, ничего обещать не можем, но мы попробуем, да, мы знаем, что есть другие сервисы, и что у них есть сервера в Москве, в отличие от Twitch, где мы сейчас стримим через немецкий сервер. И могу еще добавить, что на самом деле у тех, у кого интернет хороший, у тех ничего не тормозит. Но, да, мы попробуем. Постараемся попробовать что-нибудь другое с московскими сервисами, чтобы у тех, у кого интернет не такой хороший, тоже все работало. Так, это вам был вопрос в технической части. Так, сколько частей стрима я планирую? Я планирую часик-полтора максимум, наверное, я хочу закончить этот квест. Так, нам теперь, очевидно, к Свифт. Ну, всем привет, всем привет, убежали. Так, как тут бич там? Вот, соответственно, эту, ну, сейчас эту мы уже, наверное, сейчас перерывчик будет у нас на пять минуток. Сейчас мы только в Heartlands пойдем. Вот, и, наверное, пока я буду бежать в Heartlands, будет небольшой перерыв. Так, я заблудилась, вот он. Значит, и потом еще полчаса точно, может быть, еще полчаса, если мы не успеем, или есть какие-то еще интересные вещи придумаем. Вот, ну, сильно, в общем, долго не будем. Жалко, конечно, что они решили стримить, в смысле, открывать сервера пятницу-субботу, потому что пятницу вообще никак. Я вчера после работы пришла, упала и заснула. Вот, ну, как всю неделю, собственно. Так, буду ли я делать групповое фото? Да, я думаю, в конце стрима мы сделаем групповое фото, как всегда. Так, соответственно, часы я планирую две или три. Тома, сними видео, как ты играешь на пианино. Не могу, у меня нету пианино. В гостях я не думаю, что это хороший вариант снимать видео. В гости все-таки приходит пообщаться. Тома, я хочу с тобой поиграть, а пишет, что Лои может нанести вред браузеру. Но если вы не уверены в том, что вы скачиваете, лучше это не качайте. Мой вам совет, лучше просто посмотрите. Так, да, и давайте сделаем перерыв. И пока перерыв, я побегу до места свифт, чтобы не тратить время в эфире. Вот, те, кто играют в игре, могут со мной побежать, а те, кто как бы не играет, то вам тогда перерывчик 5 минуток. Вот, и скоро вернемся. Пока! Пока!